Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов и Андрей Свинцов предлагают уточнить статью 359 Уголовного кодекса и отделить наемников от добровольцев. Соответствующий законопроект парламентария отправили в правительство России и Верховный суд для получения официальных отзывов последующего внесения в Госдуму. Один из авторов законопроекта Андрей Свинцов рассказал Информ-24 о предлагаемых поправках. К нам обратилось несколько человек с просьбой разъяснить позицию. Увидели из средств массовой информации, что ЛДПР оказывает активную поддержку и Луганску, и Донецку. Мы отправляем два раза в месяц транспорт, мы отправляем медикаменты, гуманитарную помощь, продукты, много-много позиций. Стараемся всячески помогать. Готовы принимать беженцев, у нас есть общежития по всей стране. То есть мы активно помогаем этим нашим попавшим в беду друзьям из Украины. И здесь к нам тоже подходят наши избиратели и спрашивают, вот у меня родственники на Украине, я хочу за ними поехать. И возможно, если они согласятся, перевезти их в Россию, ну для начала хотя бы перевезти им медикаменты, продукты. И из средств массовой информации эти наши избиратели видят, что когда граждане Российской Федерации туда попадают, их любых, независимо от пола и возраста, воспринимают как агентов, как представителей недружественного государства. На них совершаются покушения, очень часто гибнуты и наши граждане, и журналисты наши российские. И как нам быть, если вдруг придется, ну честно говоря, себя и свою семью, своих родственников защищать с оружием в руках. И это оружие, естественно, принадлежит гражданам Украины, это, как правило, какие-то там двухстволки, гладкоствольное оружие. У некоторых, конечно, там есть и нарезное оружие, охотничье. Это все такое бытовое оружие, скажем так, не военное, не для ведения боя, это не тактическое оружие, не танки, не самолеты. Это именно вот оружие физических лиц. Но в любом случае, так сказать, взрослые люди, они говорят, если нам придется себя защищать от каких-то мародеров, от бандитов, как будут расцениваться наши действия здесь, на территории Российской Федерации, правоохранительными органами и судами. И привели вот такой пример, что участие в боевых действиях на территории другого государства классифицируется как наемничество. Хотя мы понимаем, что здесь эта статья совершенно как бы нелогична, потому что человек поехал там иногда заступить за своих родственников, на какие-то его друзья, может быть, любимые женщины или там еще что-то. То есть и как бы никакой нет связи между наемничеством и теми действиями, которые наши граждане там совершат. Поэтому именно в отношении вот таких граждан, которые сейчас находятся на территории Украины, с целью не захвата власти, не получения какой-то материальной выгоды, не, так сказать, свержения власти, не, так сказать, убийства кого-то там ради, так сказать, каких-то там наживы или ради удовольствия, а именно с точки зрения самозащиты или защиты мирных граждан, мы также указали, что защиты представителей прессы, потому что мы видим, какую, ну прям охоту устроили, значит, украинские националисты за представителями российской прессы. То есть мы не видим, чтобы убивали там представителей СНН или других западных каналов, а именно охотятся за российскими журналистами. Также мы прописали в законе, что также не считается, значит, не может подпадать под статью наемничества, если, например, гражданин Российской Федерации защищал представителей каких-то общественных организаций, Красный Крест там и так далее, да. То есть вот это все мы указали прямо, предлагаем не все изменения в закон, чтобы и следственные органы, и суды имели право расценивать действия как бы отдельно, состав преступления. Да, он там участвовал, да, ему платили, он там убивал людей, и он наемник, и его осудить. Или же это нормальный, обычный российский гражданин, который поехал туда с какой-либо, так сказать, гуманитарной помощью или с какими-то гуманитарными мыслями спасти людей, там, детей. Мы видим, обстреливают из танков и самолетов уже автобусы с детьми. То есть здесь, чтобы у правоохранительных органов и у судов была четкая статья, что и четкая квалификация. Сейчас мы видим, что ситуация с каждым днем накаляется, и таких желающих поехать и помочь с каждым днем все больше. И поэтому наша задача как можно быстрее этот вопрос урегулировать. И, к сожалению, мы не могли внести в Госдуму в связи с тем, что такого характера законопроекты требуют официального отзыва правительства. Мы ждем. Я думаю, что в любом случае, по закону, конечно, в ближайшее время мы ждем, но, учитывая сложность тематики, иногда можно ждать и 2, и 3 месяца. Мы рассчитываем, что в сентябре мы этот вопрос внимательно рассмотрим.